Друзья, всем привет! Сегодня мы едем в деревню Семенково, что недалеко от Вологды, в архитектурно-этнографический музей. Там собраны различные старинные постройки Вологодской области. Узнаем немного о традициях Русского Севера и посмотрим, как жили люди в деревнях 100 лет назад. Будет интересно, не переключайтесь! Итак, мы приехали в музей Семенково и сейчас будем смотреть дома из Завологодской области. Пойдемте на вход. Музей очень небольшой, всего 13 гектар, но тем не менее интересный. Здесь собраны различные дома из различных деревень, многие из которых уже не существует. Здесь также проводятся фольклорные и этнографические представления. Новый год празднуется и достаточно интересно для детей и для взрослых. Здесь у нас касса, а вот здесь вид на музейную экспозицию. Сперва мы посмотрим дома бедных крестьян, а потом перейдем к богачам. Как недели, снижается с мюнеразом, а потом перейдем к богачам. такой интересный двойной дом с очень красивым крыльцом и балкончиком прямо загляденье весь оббит тесом это у нас дом уланова красиво вот вид это у нас так называемая курная изба дом кочкина из деревни адреевская тарнокского района курная изба это та которая топилась по-черному то есть дым выходил не дымоход а подверстие в потолке соответственно это очень-очень старинный тип отопления видите два сруба здесь тоже очень высокий подклет вот это дом такого незажиточного крестьянина потому что он сделан с небольшим двором но тоже очень массивный на еще раз посмотрим эти закопченные окошки очень интересно к сожалению дом закрыт и зайти туда не представляется возможным как все это собиралась дверь совершенно небольшая чтобы сохранять тепло и посмотреть какого размера бревна старинные еловые или сосновые бревна вот так дом выглядел до своего переезда в музей в 1987 году стоял где-то в глубинке вологодской области вот тоже интересная избушка северного типа где можно посмотреть как делали водоотводные желоба то есть брали такие кривые корневища или бревна и делали из них крюки которых держалось бревно с которого стекала вода интересно также наличники со ставнями как видите солярные символы здесь тут тоже очень высокий подклет и небольшой хозяйственный двор вот такая избушка и вид на парк вид на георгиевскую церковь 17 век это новодел с некоторыми сохранившимся старинными элементами вот мы и вернулись сначала музея на первую линию домов сейчас посмотрим большие дома зажиточных крестьян некоторые из них можно зайти это у нас дом храпово из деревни бор нюксинского района здесь у нас представлена экспозиция вот кольцо с таким вот завершением вот это вот ввоз взвоз для лошади сюда заезжала лошадка и завозил туда сено дом стоит на таких маленьких камнях очень красиво смотрится тем более на морозе в солнечную погоду и наверху деревянное полотенце шесть окон было зашли в дом здесь представлен типичный интерьер богатого крестьянского жилища печь полки лавки различные предметы быта красный угол стол во второй комнате воссоздан класс деревенской школы раньше школы так и располагались в жилом доме богатого и уважаемого человека а вот эти парты они настоящие то есть это на них за ними учились да я думаю что да или это реплики по крайней мере экспозиция такова именно что он говорит очень интересная старинная карта у нас здесь много информации посмотрите на стенах угу угу подней осенью 1887 года я определен был учителем в городскую школу весь кого нет дети заявили что на это не делали в школе что купили и учителем это часто у них с первой же минуты у меня стало бесконечно жарить их флотматик неумевых водителей и я дал тебе слово может что бы то не стало то есть тихо все не попались посмотрим еще раз на печь и пойдем отсюда спасибо всего хорошего до свидания подходим к дому Жуковой вторая половина 19 века массивный пятистенок на высоком подклейте хоз двор занимает две трети объема всего дома заходим в дом поднимаемся на второй этаж 1 раз 2 3 5 6 1 и 2 и 4 и здрасте вам билет нужен вот фонарь Внутри дома представлена экспозиция Дом зажиточного крестьянина Здесь есть филенчатые перегородки с росписью Различные предметы Утварь, шкафы Дом 19 века и весьма зажиточный А это уже горница Парадная комната В комнате много окон Она светлая Здесь традиционно собирались За чаепитием и рукоделием А скотина где жила? Тут? Пойдемте здесь Скотину я вас магазинам покажу Вот это у нас хозяйственная дочь дома Поведь называется Сына вот здесь хранилась Сверху У меня стоять уже вот у нас скотина Внизу, да? Да На нижнем уровне хозяйственной части Располагался двор со скотиной А на верхнем поведь и сеновал На поведь и располагается выставка Керамической посуды Еще один гигантский домино На высоченном подклете Подклеты выполнял функции Воздушной подушки Чтобы в доме было не так холодно Также там хранили припасы И различные предметы Это у нас дом Василия Копылова Построенный примерно в 1870-х годах Из деревни Коростелева Сямжинского района Дом отреставрирован И установлен В цветах Которые Были В 19 веке На первом этаже Здесь была лавка Вот видите дверь Слева А вот здесь был зимник И такой интересный фасад То есть все это аутентично Разукрашено на основе Сохранившихся Фотографий И красок И вот еще один дом Тоже такой огромный Добрый день Здрасте У меня билет есть Хорошо А потом выходим? Да Это как раз торговая лавка Где хозяин торговал Различными товарами Тканями, валенками Различными предметами Внутри дома Копылова Вот так выглядит Жилая изба Здесь также Перегородки Стол Посудные лавки Горшки А также Мы видим печь И лежанка на ней Самое теплое место В доме Наверху Располагается зал Рассказывающий Об истории дома Копыловых До 2009 года Этот дом Стоял бесхозный И разрушался Пока его не перевезли сюда В музей И не восстановили Интересно, что Потомки Копыловых Сейчас живут в Америке И они приезжали На открытие Реконструированного дома Редактор субтитров Мельницы-столбовки В поле Давайте поближе подойдем Вот такие раньше стояли Каждой деревни Деревянное чудо техники То есть ее можно было поворачивать В разные стороны И она с помощью силы ветра Молола Зерно Крупы Все что угодно Амбар Красиво А это у нас Тоже огромный дом Дом Будовой Из деревни Мальческая Нюксенского района Фронтон С декоративным балконом Тоже Наверху Деревянное полотенце И конек На дом На огромном подклете Двухметровом Это делалось для того Чтобы В снежные зимы Можно было Пережить Что сукрома здесь достигали Метра Очень суровая была природа Здесь же крыльцо И хозяйственная часть С ввозом Для Лошадки И посмотрите на эту красоту Еще один дом С таким Деревянным кружевом На балконе Смотрите на эту красоту Дому тоже Около 130 лет Может даже больше Все эти дома Перевезены Из восточной части Вологодской области В 80-е и 90-е годы Так Это у нас Дом Болотовой Из деревни Королевская Нюксинского района Он у нас закрыт Но можно посмотреть снаружи Так Тут амбар какой-то И Колодец Журавль Правда без ведра Но колодец Настоящий Тоже Перевезен Откуда-то Видите Большие основательные деревянные дома Настоящие шедевры народной архитектуры Душа России Нужно их оберегать Охранять Восстанавливать Надеюсь со временем Музеи появятся новые дома Из других районов Вологодчины Ведь Вологодская область Она огромная Очень много домов Стоит в забвении По различным деревням Вологодская область На этом друзья Мы заканчиваем свой репортаж До новых встреч на канале В новых выпусках Пока Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok